Моя проповедь сегодня называется «Последний вопрос». И вы можете добавить эту вопросу в титул. «Where is he?» «Where is he?» «Где он?» «Where is he?» «Где он?» Я поделюсь с вами отрывком, записанной Иванли от Марка, 2 глава, 2 стих. И этот стих, он будет начальной точкой для моей проповеди. Кто-то, может быть, немножко разочаруется. Потому что каждый раз мы считаем этот стих, создаётся впечатление, что пробовать будет о Рождестве. Да, но так как сейчас время подходит, когда люди празднуют Рождество, я выбрал этот стих. Но сама проповедь не будет посвящена Рождеству. Да, я немножко оговорился. Мы смотрим на Евангелие от Матфея 2. Вторая глава, 2 стих. И здесь, в этом стихе, человек задаётся вопросом. И позже мы также и откроем бытие первую главу. А потом мы закончим. Итак, в этой проповеди я бы хотел посмотреть на вопрос, который был задан одним из волхвов. И хотелось бы рассмотреть, почему этот вопрос был заданным. И также хотелось бы рассмотреть важность этого вопроса для нас сейчас. И также, как мы можем найти ответ на этот вопрос. И я прекрасно понимаю, что хорошие проповедники говорили об этом, о стихии, о вопросе в контексте Рождества. И я попробую пройтись по их следам. И перед тем, как мы продолжим, хотелось бы задаться вопросом. А кто эти волхвы, эти мудрецы? И почему вообще люди считают, что они были мудрыми? Большую часть вещей, которые мы думаем, что мы знаем про этих идей, мы их, собственно говоря, почерпнули из каких-то рождественских картинок и из традиционной информации, преданий. Да, в подавляющих больших случаях мы представляем их, как их трое. Да, также предание говорит о том, что они были королями или царями. Также предание дало этим трем людям имена. Одного они называют Каспер. Второго Бетца. Третьего называют Мельхиор. Но если мы читаем Библию, я в Библии эти имена не вижу. Потому что в Библии говорится, во второй главе Матфея, в первом и втором стихе. Мы читаем первые два стиха второй главы Матфея. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где он, родившийся царем иудейским? Потому что мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Библия их называют волхвами или мудрецами. И это название волхвы в греческом языке мы называем магио. И вот русское слово маг или волшебник, оно как раз происходит от греческого слова магио. И так же нужно понимать, что они маги не с точки зрения волшебства и волшебников, они маги с точки зрения образованные люди. Да, если мы с вами откроем книгу пророка Даниила, четвертую главу, в девятом стихе, мы видим... Did you say Daniel chapter 4 verse 9? Yes, yes. I think it's maybe chapter 5. Да, мы видим, что Даниила также... Да, в пятой главе Даниила, Даниила также называют... Сейчас скажу. Is it chapter 5 or chapter 4? Chapter 5. Yeah, chapter 5 verse 9. He's referred to as the chief magician. Да, Даниила называют главой как раз халдеев, магов, слово одно и то же. Это мудрые люди того времени. So, these people we call wise men are men who studied astrology, mathematics, philosophy, geology, science, and were well vast in the Jewish literature. То есть, этих людей, которых мы называем в нашем переводе волхвы, это люди образованные, люди, которые изучали астрономию, астрологию, люди, которые изучали математику, люди, которые знакомы были с Писанием. И вот во второй главе, во втором же стихе Евангелие от Матфея мы читаем вопрос, который они задали. Где родившийся царь иудейский? Или чуть-чуть по-другому. Где находится тот, кто рожден быть царем иудейским? Я буду использовать для заголовка своей проповеди именно первую часть этого вопроса. Где находится он или где тот? И это то, что я называю последним вопросом. Потому что именно этот вопрос, где он, где он находится, это и есть самый важный вопрос. Человечество. Это тот вопрос, который задается в Африке, в Африке, в Азии, в Америке, в Америке и в Австралии. Вопрос задается, где он, где находится тот человек. И этот вопрос является последним вопросом, потому что в данном контексте мы говорим о его важности. Это последнее, что нам нужно узнать. Самое важное. Это вопрос, который несет в себе. Это самый важный вопрос. И также это вопрос, который нельзя избежать. И этот вопрос звучит во всех христианских церквях, он звучит во всех христианских домах. Когда нас поражает коронавирус, когда церкви закрываются, мы задаемся этим вопросом. Это вопрос задается людьми, которые потеряли своих близких, которые потеряли своих родственников из-за вируса коронавируса. Этот вопрос задается людьми, у которых родственники, у которых близкие, находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. Где он? Где он находится? Этот вопрос задается семьями, которые на грани разрушения. Это вопрос задается теми людьми, которые потеряли свою работу, и они не знают, что завтрашний день им принесет. Это вопрос задается теми, кто уже давно страдают из-за нищеты в своей жизни. И также этот вопрос является основой, которая позволяет атеистам, с издевками задают этот вопрос христианам. Где он? Где он находится? Потому что они говорят, что мы не можем найти Бога. Да, потому что они говорят, что мы не можем найти Бога. И Бог в том, что Он может быть все лететь при case, потому что Он делают louкость. И вот люди говорят, если ваш Бог всемогуч, если ваш Бог вездесущ, если ваш Бог добр, то почему столько зла находится в этом мире? Люди по всему миру задаются вопросом, где же он? И все религии мира пытаются дать ответ на этот вопрос, где он находится. И именно поэтому, как ответ на этот вопрос, мусульмане, религия, ислам говорит нам, тебе нужно молиться пять раз в день в определенное время. И также они говорят, тебе нужно молиться, тебе нужно помогать бедным финансово. И также они говорят, вдобавок к этому, тебе нужно посетить Мекку один раз в жизни, и тебе нужно посетиться во время святого месяца Рамадана. И в заключении говорят, если ты этим правилам будешь следовать, то ты найдешь его. Религии всего мира, они заняты тем, что пытаются ответить на вопрос, где он? В индуизме вам скажут, вам нужно приносить жертвы, пожертвования. Они скажут, иди и омойся в реке Ганг. И тогда, может быть, ты проживешь свою жизнь, ты умрешь, и ты переродишься в другую жизнь. Да, и после перерождения, и еще жизни, и еще многих перерождений, возможно, ты встретишь его. Где он? Буддисты нам говорят, и они говорят нам, нужно поверить и принять четыре мудрости. Благородная истина, это то, что зло существует и страдания существуют. И они называют эту концепцию Дука. И они говорят, что нужно верить и основать, что у Дуки есть причина. И причина, основа этих проблем, это желание. И они говорят нам о том, что есть конец этой проблемы Дуки. И они называют это нирвана. И нам говорят, что для того, чтобы достичь нирваны, нам нужно следовать по пути из восьми шагов. Нам нужно иметь правильный дух внутри. Нам нужно действовать правильно. Мы должны жить правильно. Нам нужно прилагать правильные усилия. Нам нужно иметь правильное восприятие мира. Нам нужно правильно прикладывать свои усилия, концентрироваться. И тогда мы сможем пройти по воскрешенному пути и достичь нирваны. Когда вы задаетесь вопросом, где же он, что отвечает вам ваша религия? Потому что все эти религии говорят нам, что возможность и вероятность найти его, она прямо пропорциональна тем усилиям, которые мы в это вкладываем. Мы должны прилагать усилия для того, чтобы найти Бога. Нам говорят, что если ты ничего не будешь делать, ты ничего не достигнешь. Но я бы хотел что-то иное предложить вам сегодня. Я хочу вам предложить следующую идею. Найти Бога не зависит напрямую от того, что мы делаем. В книге Филиппийцам 3, Павел называет наши усилия ничем, ничем хорошим. Если мы хотим найти Бога, то нам поможет только то, что Бог уже сделал и то, что Бог готов сделать для нас. Я хочу предложить вам эту мысль. Религии мира говорят нам о том, что мы должны заняться поисками Бога. В то время как Библия в Евангелии от Иоанна в 30 главе в 16 стихе говорит нам о том, что Бог уже возлюбил мир. И по этой причине Он сам послал нам своего Сына. Когда мы рассматриваем эту рождественскую историю, когда мы читаем, что там происходит, я хочу предложить вам такую точку зрения. Эта история не описывает мудрецов, богов, которые ищут Бога. Скорее она описывает Бога, который ищет человека. И когда мы читаем в Евангелии от Иоанна в 3 главе в 16 стихе говорит, что Господь любит этот мир. Что Он посылает Своего Сына в этот мир. Я полагаю, не посылал Он Своего Сына Иисуса ради деревьев, гор и полей. Он прислал Его ради людей. Давайте мы откроем первую главу книги Бытия, рассмотрим эти стихи и посмотрим, прав ли я в своем предложении. Мы читаем первые два стиха первой главы первой книги Библии, Бытие. В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой. И я хочу подчеркнуть эту мысль, что земля была безвидна, что бездна была покрыта тьмой. И я хочу обратить вас внимание на то, что когда Господь заговорил, Он эту бездну стал чем-то наполнять. И я хочу сказать, что search for God is as a result of the void in the heart of man. И я также хочу предложить такую мысль. Мы ищем Бога, потому что у нас в сердце есть вот эта пустота, эта бездна, которая ничем другим не заполняется. И Господь говорит нам, что для того, чтобы эта бездна была заполнена, ее нужно заполнить Духом Божьим, его нужно заполнить силой Божьей. И в первой главе Бытья мы читаем, что Он заполняет, наполняет эту бездну Своим Словом. Я полагаю, что все мы согласимся, что есть в нашем мире эта пустота, которая должна быть наполнена. И эта пустота не может быть наполнена демократией. Вы можете посмотреть на то, что буквально только что произошло в США, и мы видим, что человеческие обряды, человеческие традиции, законы, они не восполняют эту пустоту. Я также хочу предложить вам мысль, что ни социализм, ни коммунизм не приносят настоящего равенства. И просто посмотрев на свой собственный дом, я полагаю, вы со мной согласитесь, что и эта человеческая мысль не привела к наполнению пустоты в наших лицах. Международные соглашения, организации объединенных наций не способны наполнить эту пустоту в мире. Потому что только Господь может это сделать, и Он делает это, наполняя эту бездну пустоты своей силой и своим словом. И я бы хотел обратить внимание на одиннадцатый стих. И мне бы хотелось поделиться с вами той концепцией, которую Бог использовал в творении человека. И эту же концепцию Господь использовал для творения всего остального. Это концепция, которую мы бы назвали творение, планированное творение. И просто как иллюстрация, то, что Господь создает сегодня, это основано на том, что Он создал вчера. Другими словами, если использовать более богословскую терминологию, мы это называем иерархическая зависимость. Итак, обратите внимание, что со мной на одиннадцатый стих первой главы Бесея. Бог сказал, «Дай землю привести на землю, которые являются северами, и они являются северами, и они являются северами, и они являются северами». Мы читаем одиннадцатый стих. И сказал Бог, «Да и произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, древо плодовитое, приносящее породу своему плод, которым семя его на земле». И стало так. Я просто хочу подчеркнуть эту мысль. Когда Господь создавал растения, Он обратился к земле. Да, Он проговорил творение растений из земли, да произрастит земля. И мы также видим очень хорошо, что растения, они могут существовать без земли. И давайте обратиться к двадцатому стиху, чтобы увидеть эту концепцию еще лучше. Двадцатый стих говорит нам, «И сказал Бог, да и произойдет вода присмыкающаяся, души живые, и птицы да полетят над землею по тверде небесной». Для того, чтобы Господь сотворил морских животных, Он обратился к воде. И вода ожила жизнью морской. Да, Господь, будучи всемогущим творством, Он мог бы создать творение для воды и только потом создать для них море там, где они будут проживать. Но Господь так не делает, и Он демонстрирует для нас вот эту иерархию зависимости. Что жизнь морских животных зависит от воды. В двадцать четвертом стихе также есть отрывок, который я бы хотел использовать. Чтобы еще раз подемонстрировать эту мысль, здесь Господь говорит и создается животным. И если мы внимательно прочитаем, мы увидим, что их физическое благосостояние зависит от земли и от того, что произведено землей. Но Господь не послал Своего Сына для того, чтобы Он спас это творение. Он послал Своего Сына для спасения человека и человечества, и через спасение человека и человечества и остальное творение будет спасено. И поэтому наше четкое понимание, как человек был создан, оно критично для ответа на вопрос, где же он, где он находится. Поэтому я предлагаю вам вместе со мной прочитать двадцать шестой и двадцать седьмой стихи первого благословения. Тогда Бог сказал, «…let us make man in our image according to our likeness, let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the air, over cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth». Verse 27. So God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them. Мы читаем двадцать шестой и двадцать седьмой стихи «Любития» первая глава. И сказал Бог, «Сотвори человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами пресмыкающимися по земле». И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил Бог, мужчину и женщину сотворил их. «Обрежьте, что Бог не говорит о ферме, ни говорит о воде, ни говорит о земле, но Бог говорит и говорит, «Любития». Обратите внимание, что здесь Господь не обращается к воде, Он не обращается к небесам, Он не обращается к земле, но Он говорит, «Сотворим человеком», Он обращается к себе. «Любития». Да, когда Он говорит, «Сотворим», к кому именно обращается Бог? «Любития». Поэтому обратите на это внимание, когда Господь творит человека, Он обращается именно к себе. Братья и сестры, верующие, здесь есть о чем подумать и чему порадоваться. Бог обращается к Богу. Перед тем, как взять прах земной, Господь обратился к самому себе. И вот мы видим, что человек был создан по образу, по подобию Бога. И вот мы можем провести определенные параллели. Растения зависят от земли, из которой они были созданы. Морские творения, водные творения, зависят от воды, от морей, в которых они живут. А человеческая жизнь, человеческое благосостояние зависит от Бога, от того самого, кто Его сотворил. Мы, люди, мы не можем существовать нормально без связи с нашим Богом. Точно так же, как и растение не может существовать без плотной связи с землей. Неудивительно, что экхезиаст, описывая ситуацию, говорит, что когда мы умираем, прах возвращается к праху, а Дух Божий возвращается к Богу. Ученые как-то пытались определить ценность человека. И вот почитали они все химические элементы, которые состоят в теле человека, их примерно шесть, и почитали, что суммарная стоимость, это 500 рублей. Они говорят, что 99% нашего тела состоят из кислорода, водорода, углерода, азота, фосфора и кальция. И говорят, что углерод, кислород, азот вместе стоят долларов 9. А вот кальций и фосфор суммарно стоят примерно 500 с небольшим долларов. Но человеку не нужно именно это для того, чтобы существовать. Мы читаем в 41-м псалме, во втором стихе, Давид здесь пишет, как лань желает потоком воздуха. Так моя душа желает быть с тобой, о Боже. И намного понятнее становятся слова Иисуса, где они записаны в Евангелии от Иоанна 15 главе. В 5-м стихе Иисус обращается к нам и говорит, я являюсь лозой, а вы являетесь ветвями. Братья и сестры, человек и человечество нуждаются в Боге. Осознаем мы это или нет. В 17-м веке французский философ, математик Блес Паскаль, он сделал следующее наблюдение, связанное с состоянием человека. Он говорит, в сердце человека есть дыра, полость в форме Бога. И вакуум, который там царит, не может быть наполнен ничем из того, что сотворено Богом, но он может быть наполнен только самим Творцом. Дорогие братья и сестры, в сердце человека есть вакуум в форме Бога. И ничего из Творения не может его наполнить, кроме как сам Творец. Генесис, chapter 3, verse 7, tells us that when Adam and Eve had sinned against God, they made fig leaves to cover their empty nakedness. Когда мы читаем Бытие, 3 главу, 7 стих, когда мы читаем об Адаме и Еве и их падении, мы читаем, что они сшили смоковные листья для себя. Но все равно, Генесис, chapter 3, verse 21, tells us that God realized how finite human solution to human emptiness is, and God provided them with a permanent solution. Да, мы также читаем в 3 главе, 21 стихе, что Господь, осознавая ту нужду, которая у людей есть, и видя, насколько временным и непостоянным является их решение, Он помог им в решении этой проблемы. Мы читаем, что сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаной и оделать. Для этого ему нужно было взять единонка Агнеца и принести его в жертву. Именно Агнец Божий может покрыть наготу и пустоту человека. И в Генесис, chapter 3, verse 9, God came and asked them, where are you? Да, и мы также читаем в Бытие, в 8, 9 стихах, 8 мы читаем о том, что после грехопадения Адам и Ева, услышав голос Бога, они убежали и спрятались. А в 9 стихе мы видим, что именно Бог, обращаясь к человеку, задает им вопрос, где ты? И это позволяет нам осознавать истину, что мы служим Богу, который нас ищет. Мы служим тому Богу, который прилагает усилия, чтобы нас найти. Мы служим Богу, который в сложные времена, времена, когда все идет не так, Он приходит к нам. Мы служим Богу, который, осознавая, что человеческие попытки не помогут нам, приходит и Сам покрывает нас своей праведностью. Поэтому, когда мы читаем про волхвов, когда мы видим, что они задаются вопросом и задают его, где же тот, кто родился царем иудейским, я хочу, чтобы мы четко понимали, что этот вопрос сначала был задан Богом. Бог нас искал первым. Обратите внимание, что даже когда волхвы задаются вопросом, где же тот, кто рожден царем иудейским, они продолжают и говорят, мы видели его звезду. Аллилуйя, это наполняет меня радостью, потому что мы видим, что до того, как они начали поиски Бога, сам Бог послал им знамение звезды. И мы читаем также в Духе Пророчества, что эта звезда, это было сияние славы Божьей. Да, эти люди, которые путешествовали, предполагаем, где-то за тысячу километров, где-то 1200-1300 километров, не звезда как таковая вела их. Если бы это была настоящая звезда, она бы не могла быть путеводной звездой. Потому что Джерусалем, где они пришли, было 800 километров, 40 дней на Камбон. Если бы это было сияние сугубо над Иерусалимом, они бы не увидели его от того места, где находились. Предполагается, что они жили где-то 1200-1300 километров от Иерусалима. Это путешествие, которое занимает 40 дней на верблюде. Это было около 1600 километров. Да, мне подсказывает, что это где-то 1600 километров. И поэтому, Бог использовал самую формулу, который использовал, чтобы привести Свой народ из египетского рабства. Правда, в этот раз сияло чуть-чуть ярче. В этот раз сияние было повыше. Потому что это сияние было сиянием, освящающим Сына Божьего, который пришел в этот мир ради человека. Братья и сестры, мы служим тому Богу, который приходит к нам, когда мы слишком далеко от Его находимся и сами Его найти не способны. Поэтому позвольте мне приложить эту мысль. И если мы с вами прочитаем пророчество пророка Исаии, если мы прочитаем то, как об этом описывает Матфея в первой главе, то мы понимаем, что Эммануил означает «с нами Бог». Мне так нравится христианство, потому что именно в этой религии я слышу мысль, что мне не нужно искать Бога. Я служу тому Богу, который уже со мной. Братья и сестры, я хочу вам просто эту мысль напомнить. В какой бы ситуации вы сейчас находились, насколько она не была бы ужасна и, казалось бы, ничего нельзя сделать, мы служим Богу, который уже с нами. И ответ Бога для нас уже есть. В Матфею 6, 26, there is evidence that this Emmanuel feeds the sparrows. Our Emmanuel feeds the sparrows. А, да, мы читаем в 6 главе Евангелия от Матфея, что наш Эммануил, он кормит даже воробьев. Have you felt of lately that he is not with you? Если вы не чувствуете руки Божьи в вашей жизни, доверяйтесь сердцу Божьему. The story, the Christmas story, according to Isaiah chapter 9, verse 6, is a story about a wonderful counselor. Да, евангельская история, рождественская история, согласно с пророчеством Исаии в 9 главе 6 стихе, это история о Боге, который является чудным советником. И советы, которые он нам дает, они позволяют нам избавиться от наших страхов и проблем. Да, у меня недостаточно времени, чтобы описать все замечательные аспекты рождественской истории. Но если мы откроем один из христианских гимнов англоязычных, написанных автором Джоном Скрибнером, то мы прочитаем следующие слова. Какой друг, каким замечательным другом является Иисус? Он все наши грехи, все наши проблемы возлагает на себя. И какая у нас есть замечательная возможность все свои проблемы приносить к Богу в молитве. И автор продолжает в своем гимне и пишет следующую мысль. Порой мы не находим мир, порой мы бессмысленно продолжаем жить с болью. И все потому, что мы все вещи и все проблемы не приносим к нашему Богу в молитве. И поэтому, в заключении, сегодня я хочу нам сказать всем, все, что нам требуется для того, чтобы его найти, это последовать примеру волхвов. Эти люди описываются как люди мудрые, потому что они сделали все так, как надо. В Евангелии, в Евангелии, в первой главе, говорится о том, что они исследовали Писание. И Еремия 29, 13, говорит нам, что если мы искать Его, мы найдем Его, если мы искать Его с всем нашим сердцем. И эти люди, они искали Господа от всего сердца, и они нашли Его. Второе, что они сделали правильно, это они следовали за звездой, посланная Бога. Revelation 14, verse 4, tells us that those who will be found with Jesus are those who followed Him everywhere. The star of Jesus represents His holiness. Звезда, это символ святости Иисуса. Number three, they worshipped Christ when they found Him. А третье, что мудрецы правильно сделали, это найдя Иисуса, они поклонились Ему. And I want to tell you, this was true worship. Я хочу поделиться с вами, что это поклонение было истинное поклонение. Because they first gave themselves, they knelt down before Him. Потому что они склонились перед Ним. And then they gave their gifts to Him. И они дали Иисусу дары. Истинное служение в этом и заключается. Господь дает нам Своё благословение. И мы, осознавая их, возвращаем малую часть их к Богу. И мы воздаём Богу, когда мы заботимся о тех, кому нужна помощь прямо сейчас. И золото является этим символом. Мы служим, мы возвращаем Господу, когда мы поддерживаем работу Его Слова. That is represented by the Myra that they gave. I mean the Frankenstein, the Frankenstein that they gave. И ладан, который они дали в подарок, является символом этого. The Frankenstein was burnt in the altar. It was used for worship. It was used for worship. And last was the Myra that they gave. И последний дак, который они дали, это смирно. Myra is used to take care of our body. Да, смирно – это масло с пряностями, которое приятно пахнет. И оно используется для заботы о своём теле. Человек, который служит Господу в истине, он заботится о своём теле, потому что прекрасно понимает, что его тело является храмом Духа Святого. И последняя вещь, которую они сделали правильно, это после служения младенцу Иисусу они пошли домой, они изменили свои планы и не вернулись через Иерусалим. Да, я хочу обратить ваше внимание на пример мытаря Закхея. Когда он встретил Иисуса, он оставил свои старые пути, где он брал больше, чем нужно, и нарушал закон. Мэри Магдалина, после встречи Иисуса, она оставила свою работу проституткой, и она следовала за Иисусом. Апостол Пётр, ещё не будучи апостолом, когда он встретил Иисуса, он оставил свою работу рыбаком и стал следовать за Иисусом. Савл из Тарса, после встречи с Иисусом, он стал Павлом-апостолом. А встреча с нашим Богом, она должна нас менять. Что-то внутри нас должно измениться. Поэтому, когда мы задаёмся вопросом, где же он, осознанием приходит, что Творец стал Творением. И пусть эта история поможет нам понять, как Слово стало плотью. Пусть эта история поможет нам понять, как Невидимое стало видимым. Пусть это нам поможет понять, как Безграничное стало ограниченным. Но самое главное, нам нужно понять не просто, как это произошло, но зачем. Зачем Господь Творец прожил жизнь бесславную ради нас и меня? И это осознание должно помочь нам стать похожим на Него. Потому что Господь создал нас по Своему образу, по Своему подобию. И пусть наши сердца всегда будут открыты тому Богу, который нас всегда ищет. Во имя Иисуса Христа. И это и есть та рождественская история. Будьте благословены.